Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами капитан украинской армии Тарас Березовец, а у нас сегодня уже 23 ноября 23 года, такой себе символизм, совпадение 23-23, и сегодня мы с вами поговорим о важнейших событиях сегодняшнего дня, их поверьте немало, я вычленил для вас самое главное, сделал следующую выжимку для нас, я думаю, что ключевой новостью сегодняшнего дня является сообщение о том, что спецслужбы США, вероятнее всего, взломали российский СОРМ, это программа слежки за гражданами, и причем произошло это еще 10 лет назад, стало известно об этом совершенно случайно, из утечки, как это водится, Госдума приняла рекордный военный бюджет, который превышает социальные статьи, и составляет рекордные показатели, при этом, естественно, большинство российских депутатов высказалось за, по крайней мере, публично, общая сумма расхода военного бюджета составила почти 11 триллионов рублей, Германия на некоторое время отложила планы пересмотреть военную помощь Киеву в сторону увеличения, произошла это из-за бюджетного кризиса, вызванного дырой в 60 миллиардов евро. Сегодня же в Германии прошли обыски сразу в 8 федеральных землях, которые касаются движения так называемых рейхсбюргеров, которые отрицают легитимное существование ФРГ. Россияне, в свою очередь, поделили украинских граждан на оккупированных территориях на три категории, что именно произошло. Депутат Госдумы Сергей Миронов и его супруга удочерили вывезенного из Украины 10-месячного ребенка. Девочку Миронов рассказывает о том, что это якобы фейк. Министерство обороны Украины анонсировало более быстрые поставки образцов вооружения в украинские вооруженные силы. Обо всем этом, друзья, поговорим далее в нашем обзоре. Итак, спецслужбы США взломали, причем еще 10 лет назад, российскую систему СОРМ, систему наблюдения, слежки за гражданами Российской Федерации. И не только, причем об этом стало известно совершенно случайно. Об этом в своей диссертации написал известный американский хакер и журналист. Зовут его Джейкоб Эпплбам. Он имел доступ к архивам Эдварда Сноудена, американского аналитика, который сбежал в Россию, является перебежчиком, которого американцы длительное время пытались вынуть для вынесения ему приговора по статье «Государственная измена». Так вот, этот самый активист и журналист Джейкоб Эпплбам утверждает, что в документах Сноудена упоминается взлом российской системы СОРМ. Это система оперативно-розыскных мероприятий, так с русского языка. Расшифровывается эта аббревиатура. Они были сделаны Агентством национальной безопасности США. В частности, там есть такой абзац о том, что произошла компрометация СОРМ. Неопубликованные документы АНБ конкретно указывают на компрометацию инфраструктуры российского законного перехвата СОРМ, как пример успеха АНБ при компрометации гражданской телекоммуникационной инфраструктуры в целях шпионажа за объектами, которые достижимы для российской системы СОРМ. Джейк Эбблбаум в 2010-е годы был известным хакером и активистом. С 2008 года он входил в состав старейшей хакерской группировки, которая называется Каутов Зе Дэд Кау, культ мертвой коровы, члены которой фактически изобрели концепцию хактивизма. Это использование методов хакеров для продвижения политических изменений. Так вот, какой информации АНБ, входящая в структуру, национальной разведки США, могло получить доступ. Это сверхобширная информация, которая включает в себя. Первое. СОРМ-1 – это прослушивание всех телефонных разговоров российскими спецслужбами. СОРМ-2 – слежка в интернете. И, наконец, СОРМ-3 – база долговременного хранения собранной информации. Сотрудники АНБ могли получить доступ как к одной из этих систем, так и, теоретически, ко всем трём. При этом, как утверждают специалисты, Агенство национальной безопасности США обладает достаточно квалифицированными специалистами и службами, и навыками для того, чтобы провести подобный взлом. И, если он был осуществлён более 10 лет назад, утечки объёма информации могут быть просто-таки фантастическими. И это в значительной мере объясняет, каким образом, раскрывая только часть кукни, каким образом спецслужбы Соединённых Штатов и их других партлёров из других разведок западных стран могли получить технический доступ к сверхзасекреченной информации. Объём полученной информации может быть просто гигантским. И то, что об этом стало известно публично только сейчас, понятно, что российские спецслужбы узнали об этой утечке раньше, тем не менее, не отменяет факта того, что возможность проникновения в подобные системы российского СОРМа у американцев и их западных коллег может сохраняться и в дальнейшем. Тем временем, Российская Госдума приняла рекордный военный бюджет. Стало известно о том, что военные расходы впервые в истории превысили расходы на социальную сферу. В частности, общая сумма на силовые структуры и Министерства обороны почти 40% трат российского бюджета. Это 10,7 трлн рублей против 7,5 трлн рублей на социальные. Нужды при этом даже в эту социальную часть бюджета также зашиты военные статьи. Министр финансов страны-агрессора Антон Силанов охарактеризовал это как бюджет победы. Ну, бюджет победы, правда, над кем и кого, неизвестно. Пока что победили расследнического российского гражданина, бросив его еще больше в пучину нищеты, и поскольку теперь знаем, что даже не 30, а 40 практически процентов трат, а в действительности еще больше, там еще зашитые статьи по другим статьям, пойдут на удовлетворение военных хотелок российских генералов. Кроме того, увеличена на значительную сумму финансирования временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области. Изначально на них в следующем, в 2024 году планировали потратить 233 миллиарда рублей, однако перераспределили еще программу на несколько десятков миллиардов рублей, неизвестна общая сумма, но сообщается о том, что была увеличена вся эта история, и все это прошло, естественно, под полный одобрямс депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Тем временем в Германии возникли проблемы с бюджетом, дыра в финансах на сумму 60 миллиардов евро не позволила увеличить объем военной помощи Украине, как это планировалось федеральным правительством Олафа Шольца ранее. Коалиция в составе СССР демократов, зеленых и свободных демократов, в данный момент пытается найти решение, среди которых разработка дополнительного бюджета на 2023 год и приостановление долговых обязательств Германии, перед тем, как они будут восстановлены до прежних объемов в будущем году. Предполагалось, что бюджет на помощь Украине должен был быть увеличен еще на 4 миллиарда евро. И эта сумма заложена, пока она не принята, но уже выделенная дополнительная, Киев уже получил дополнительно 1,3 миллиарда евро. Этот пакет привез министр обороны Германии Борис Писториус. Также в Германии сегодня в 8 регионах прошли обыски участников движения так называемых Рейхсбюргеров. Бюргеров – это организация, находящаяся вне закона, общей численностью около 21 тысячи человек, называющие себя граждане Рейха, которые придерживаются ультраправых взглядов, и о том, что они планировали штурмовать Бундестаг, свергнуть правительство законное Германии, и возвести на престол принца Генриха XIII, которому 71 лет, потом отправивших Тюрингии дворян из рода Рейсов. Также сообщается о том, что в облаве участвовали 280 сотрудников правоохранительных органов под общим руководством прокуратуры Мюнхена. Впервые об этой организации стало известно 2 года назад, скажем так, публично. Достаточно многочисленная ультраправоорганизация, 21 тысяча человек – это те, кто только публично заявил о вхождении в этот союз граждан Рейха, которые отрицают право Федеральной Республики Германии на существование. А вот что касается граждан Украины на временно оккупированных территориях, оккупанты поделили их на три территории. Об этом сообщается в сводке Центра сопротивления. Он сообщает о том, что в первую категорию вошли те, кто уже согласился взять паспорт страны-агрессора, во вторую – те, кто получил вид на жительство, но не хочет получать российское гражданство. И к третьей отнесли те к украинцам, кто не хочет получать ни удостоверение на право на жительство, ни паспорт Российской Федерации. Россияне называют их гражданами без гражданства. ЦСНС сообщает, что все украинцы на оккупированных территориях должны будут принять российские гражданства до 2025 года. Естественно, третья категория подвергается наибольшим преследованиям за свои взгляды, и она находится в максимальной зоне риска. Какое вообще количество граждан Украины в каждой территории на данный момент не сообщается, мы не знаем пропорций, но очевидно, что количество отказывающихся от российских паспортов существенно выше, чем это было на территории оккупированного Крыма или же оккупированной Донецкой и Луганской областей. А тем временем еще один так называемый зе-патриот Сергей Миронов и его жена удочерили вывезенного из Украины 10-месячного ребенка. Известно о том, что девочка из Херсонской области, ей поменяли имя, ну, естественно, фамилию теперь она носит Миронова, а местом ее рождения записали Подольск Московской области. Об этом пишет издание «Важные истории». Сообщается, что в конце августа минувшего года жена Миронова, зовут ее Инна Варламова, которая была в сопровождении первого зам депутата Госдумы Яны Лантровой, приехали в оккупированную Херсонскую область, посетили в том числе областную детскую больницу, осмотрели детей, выбрали самого здорового ребенка и похитили 10-месячную девочку. Также они собирались вывезти двухлетнего мальчика, о его судьбе не сообщается. По просьбе новых усыновителей, Миронова и его супруги, похищенному ребенку поменяли имя. Сам Миронов уже заявил, что эта информация не соответствует действительности, что это фейк, но можно не сомневаться, что это правда. Судьба этой девочки должна оказаться в центре внимания и уполномоченного по правам несовершеннолетних, этим должны заняться компетентные органы, в том числе Международный уголовный суд. И Миронова и его жену надо точно так же объявить в розыск международный, как это произошло с Львовой Беловой, уполномоченной по правам ребенка, и с диктатором Путиным. Ну а эту девочку, которая даже не будет знать своих родителей, она будет считать, что ее родители Мироновы, это задача, дело чести украинского государства, вернуть назад в Украину, вернуть ее настоящим родителям. И похитители должны, безусловно, понести ответственность. Ну и, наконец, завершающая новость сегодняшнего дня, Министерство обороны Украины ускорило поставки новых образцов вооружения в армию. Теперь поставки непосредственно до поля боя должны сократиться до 20 дней. Об этом говорится в постановлении кабинета министра, которые были приняты на заседании Кабмина по инициативе министра обороны Украины Умерова. Фасттрек, это как называется процедура, предусматривает сокращение сроков на всех этапах, в том числе испытания образцов вооружения, проверка боевых характеристик, будут проходить непосредственно на поле боя. Как это было, например, с успешной украинской разработкой, с самоходной артиллерийской установкой Богдана 155-го калибра, которая прекрасно зарекомендовала себя во время выполнения боевых задач. Такие новости у нас на сегодняшний день, друзья, 23 ноября 2023 года. Спасибо вам за просмотр этого видео. Заодно подписывайтесь на канал, лайкайте, пишите, комментируйте трансляцию, больше противной аналитики на моем телеграм-канале по линку под этим видео. Также подписывайтесь на два других моих канала, «Разбор полетов» и «Березовец Шорс», которые закреплены в шапке профиля моего YouTube-канала. Друзья, берегите себя. Слава Украине, слава ЗСУ, слава Главкому Валерию Залужному. С вами был капитан Украинской армии Тарас Березовец. До новых встреч, друзья. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok